МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александровна, врач общей практики семейной медицины дома «Одрекс» медицинского. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы послушали немножко о том, что говорили наши одесситы. Естественно, это классические рецепты – лук, чеснок, выпить чая с малиновым вареньем. Действительно ли помогает это? Значит, если хороший иммунитет, то это тоже может помочь. Но, к сожалению, многие одесситы занимаются самолечением. Иногда вирусная инфекция и простудные заболевания принимают затяжной характер. И, естественно, в таком случае нужна тогда помощь со стороны врача. Сюда входят специальные лечения, потому что иногда нужно использование противовоспалительных препаратов, если длительная температура и антибиотики приходится подключать. Ну и, естественно, народная медицина – это и чай с малиной, с липой. Но в связи с тем, что сейчас с наступлением холодов очень большой процент населения болеет простудными вирусными инфекциями, конечно, необходима вакцинация. Ежегодно проводится вакцинация против гриппа. Вот у нас тоже, вот сейчас в настоящее время началась тоже вакцинация против гриппа. Мы проводим людям тем, кто здоров в течение последних двух-трех недель, не болел какими-то простудными заболеваниями. То есть это обязательно условия, правильно? А нужно ли как-то сдавать перед этим кровь, может быть, или проходить какую-то обследование? Желательно, если страдают какими-то аллергическими заболеваниями, есть хронические заболевания, конечно, необходимо сдать общий анализ крови, общий анализ мочи. И условия, чтобы в течение последних двух-трех недель не было каких-то заболеваний с повышением температуры, насморк, кашель. Желательно, чтобы был человек здоров. Если в семье кто-то болеет, стоит ли остальным делать тоже прививки? Да, желательно делать всей семьей, потому что обычно, если в семье болеет ребенок, то через некоторое время могут заболеть взрослые, родители, бабушки, дедушки. Если же в семье несколько детей, то чаще всего потом страдают маленькие дети, особенно дети до года, потому что вакцинация против гриппа начинается с 6-месячного возраста. Можно делать детям. То есть нужно до начала вот этого вот вируса, да, и нужно где-то за неделю? Да, желательно. Если у нас обычно планируется эпидемия гриппа где-то в январе месяце, в конце декабря, то желательно где-то за месяц проводить эту вакцинацию, потому что иммунитет вырабатывается в ближайшие 2-3 недели. Как долго она действует, вакцина? Вакцина, значит, делается она ежегодно. Более 6 месяцев иммунитет не действует, потому что если делать раз в год, а потом в следующие годы не делать, то это не значит, что человек не заболеет гриппом. Он может заболеть и гриппом, может заболеть и простудными заболеваниями. Нет ли побочных эффектов у прививки? Значит, побочные эффекты, если не соблюдается то, что я говорила, что делается вакцинация на фоне какого-то заболевания, если была температура, если была какая-то аллергическая реакция, конечно, она может вызвать ту же аллергическую реакцию, может быть температура. Потому что при введении любой вакцины не исключается местная эта температура, это может быть отек, покраснение кожи, это может быть температура и 38, но каких-то серьезных осложнений лично я вот за свою практику не встречала. Помимо вакцинации, какие есть еще методы, которые помогут нам подготовиться к осенне-зимнему периоду? Значит, в период подъема простудных заболеваний, вирусных заболеваний, желательно, конечно, исключить пребывание в массовых, где много скоплений людей. Если есть возможность обязательно ношения масок и закаливание организма. Должен быть полноценный отдых, полноценный сон, ежедневно в питании включать овощи, фрукты, закаливание организма. Но закаливание организма должно быть заранее. Сюда включаются и контрастные души, сюда включается и плавание в бассейн. Но не так, что вот люди болеют и сейчас все кинулись закаливаться. Закаливание нужно проводить в теплое время года, желательно это весной, лето, когда нет перепадов температуры, нет такой вот холодной погоды, как сейчас. А скажите, закаливание всем ли можно? То есть и деткам, и взрослым? Закаливание можно проводить всем с детского возраста. Дети особенно очень хорошо подвержены, если вот ими заниматься закаливанием. Многие начинают, даже маленьких деток, занять теплованием. В летнее время это может быть и плавание в море, это может быть и контрастные души, это может быть обливание ног водой. И вначале теплое, а потом ежедневно снижать температуру, вот, прохладной водой, купание в бассейне. Для взрослых, вот, например, если у нас очень принято, да, моржи, вот это что же те люди, которые закаливают свой организм? Естественно, они очень редко болеют простудными заболеваниями, а я знаю таких пациентов, которые занимаются закаливанием и практически не болеют никогда гриппа. Вы сказали о полноценном сне, о полноценном отдыхе. Сколько человек должен отдыхать в сутки? Значит, если это ребенок, то должен спать не менее 9-10 часов, для взрослых не менее 7-8 часов. Ну, естественно, если соблюдать и сон, и отдых, и полноценное питание, но будут чрезмерные физические и психические нагрузки, они ослабляют иммунитет, естественно, человек будет болеть. Но в наше время, когда очень повышенная вот именно психическая нагрузка, желательно в этот период детей не перегружать дополнительными занятиями, дополнительными занятиями в секции, как-то нужно немножко оградить, чтобы ребенок мог больше отдыхать. И тоже относится к взрослым. И так как многие даже считают, что респираторную инфекцию можно не лечить, что люди могут и на ногах перенести, но многие ошибаются, потому что все-таки большая часть людей, которые страдают потом какими-то хроническими заболеваниями, это вот причина то, что перенес заболевание на ногах. Поэтому если заболели взрослые и дети, не надо ходить на работу, не надо ходить в школу, не надо водить ребенка в детский сад, а лучше всего обратиться к врачу. Помимо вот гриппа, да, о котором мы сказали, какие еще заболевания могут подостерегать вот детей и взрослых в этот период? В холодное время года есть простудные заболевания. Это, например, промочил ноги, да, перемерз, стоял на остановке, там транспорт ждал. Есть вирусные инфекции, которые вызывают заболевания, риновирусные инфекции, аденовирусные инфекции. Есть грипп, который вызывается вирусом гриппа. Но сейчас у нас гриппа нет, у нас больше сейчас встречаются простудные заболевания, острые респираторные заболевания и вирусные инфекции. Практически эти все заболевания проходят в течение 5-7 дней, если правильно лечить. Но так как многие одесситы занимаются самолечением, заболевания, конечно, протекают и 10 дней, и 12 дней, а уже когда видят, что сами не могут справиться, у ребенка нарастает кашель, продолжается температура, тогда уже присоединяется бактериальная инфекция и уже обращаются, конечно, к врачу. И вот тогда мы уже, конечно, засечаем антибиотики или противовоспалительные препараты, потому что мы видим, что уже только народными средствами или жаропонижающими мы не обойдемся. А вообще правда говорят, что если лечить простуду, то она 7 дней лечится, а если нет, то неделю? Есть, конечно, такая поговорка, что если лечить 7 дней, не лечить тоже 7 дней. Все зависит, я вам скажу, от организма. Если организм крепкий, ребенок редко болеет, или взрослый редко болеет простудными заболеваниями, соблюдает здоровый образ жизни, конечно, они могут не лечить, и через 5-7 дней может пройти заболевание. Но чаще всего, имея хронические заболевания, имея ежедневные стрессы, недосыпания, недоедания, конечно, за 5 дней заболевание не пройдет. Спасибо огромное, что вы пришли к нам, и что приняли участие в нашем большом телемарафоне. Я напоминаю, мы в прямом эфире говорим о нашем здоровье, о том, как подготовить наш организм. К осенне-зимнему периоду мы все истощены немного, и психически, и физически. И тем не менее, нужно не забывать о себе, и самое важное о наших детях, о наших близких. Итак, я напоминаю, у нас в гостях Сидорова Клавдия Александровна, врач общей практики семейной медицины высшей категории медицинского дома «Отрекс». Спасибо еще раз, мы прервемся ненадолго на новости. Посмотрите наши новости, после чего оставайтесь с нами. Мы вернемся в студию со специалистами. Будем говорить о нашем здоровье. Здоровый вечер на 7-м в прямом эфире.